Тут есть свежее заявление от министра обороны Италии Гвидо Крозетто, что весной 2024 года Киев и Москва могут сесть за стол перегоров. Министр добавил, что следующая весна может быть временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога. Уже этой зимой вероятен ответ России на нынешнее украинское контрнаступление, добавил он. Вы знаете, мне кажется, что вот это заявление, Геннадий, и вы тоже много сейчас комментируете на тему европейской... Западная победа, собственно, и приход к власти пропутинского премьера, возможно, будущего Роберта Фицо в Словакии. Вот в этом контексте, мне кажется, что такие заявления, они не про реалистичный, скажем так, подход и искренне делешь ощущения своим мнением, а это как раз вот, собственно, упадет в такие настроения и, может быть, в чем-то подыгрывание Путину, что, ну, все равно дело дрянь, победа невозможна. Ну, вот вообще-то те заявления, которые сейчас сделает министр обороны, да? Я еще не успел прочитать. Но это катастрофа, на самом деле. Вот катастрофа, если это произойдет то, как он предполагает, или там, как он думает, или как он считает возможным. Это будет означать, что в войне демократия и диктатура победила диктатура. Это означает полный хаос по всей планете. Это означает гонку ядерных вооружений. Расширение, огромное расширение числа стран, владеющих этим ядерным оружием. Это гигантские шаги вперед по, значит, общей, всеобщей ядерной войне. Я не знаю, что говорит министр, какие вузы он заканчивал, какой аналитикой он пользовался по России. Но то, что он говорит, это катастрофа, это означает Путин. Наверное, пути. Он испытывает терпение Запада. Этого терпения, как мы видим, у некоторых совершенно не хватает. Как можно говорить о поражении в войне, о том, что Украина не может победить, если вы, господа хорошие, до сих пор не решаете вопрос по военному снабжению украинской армии? Ну как вот, а мы о чем можем говорить? Ну, конечно, давайте не дадим Украине оружие, отрежем ей газ, электричество, еще что там. Давайте мы там еще что-то сделаем и скажем, о, они не могут победить Россию. Ну, замечательно. А вы-то на что? А вы на хрена, так сказать, эта коалиция, там, Раштайн, 50 стран. Вы что, не видите, что нужно сделать? Вы что, не видите, что нужно дать Украине необходимое количество вооружений современных, чтобы украинцы могли сделать то, что они могут сделать? И этими руками своими они бы сделали все то, что должен сделать мир цивилизованный. Тут-то у меня никаких сомнений нет. Мы когда говорим о действиях российской оппозиции, там я понимаю все эти нюансы, чего можно, чего нельзя. Вот. И, конечно, военная победа – это ключевое и главное условие завершения войны. Ключевое и главное условие, и непременное условие завершения войны. Если этого не будет, ну, можно сказать, что там сколько, 100, там 200 тысяч человек потеряли в своей здоровой жизни зря. Просто зря. Потому что Путин выйдет из этой войны победителем, и он всему миру потом будет мстить. Ну вот, знаете, я сейчас нахожусь в Вашингтоне, собственно, и вот я сейчас буквально через 10 минут побегу на встрече с некоторыми представителями Конгресса, знаете, где здесь царит полный хаос, и, к сожалению, взяли сейчас в заложники, по сути, весь Конгресс, та группка республиканцев, которые как раз в том числе и не верят в том, что победа Украины – это победа западного мира, это победа цивилизации. И даже высказывается мнение, ну, среди либеральной, такой вот, знаете, оппозиции прогрессивистской, тот же Пол Кругман, Колумбнист Нью-Йорк Таймс, сказал, что в глубине души они желают победы Путина, потому что во многом хотят подобный тип правления здесь авторитарный в Соединенных Штатах Америки. Ну, с этим можно разумеется. Им надо просто отправиться на полгода пожить в России, причем пожить как сенаторам, конгрессменам, а как обычным людям, чтобы у них в мозгу наступило происходить. Кто хочет на Колыму, да, выходи по одному, там у вас момент наступит просветление в ум, сказал Филатов в своем произведении. Вот примерно с ними тоже это надо проделать, и это очень будет хорошей профилактикой. В общем, передайте им, пожалуйста, от меня лично, конгрессменам, что если они сейчас пожалеют десятков или сотен миллиардов, то потом триллионов не хватит, чтобы вот эти последствия, которые не появятся тут же, они сколько хотят потратить на войну, не дай бог она разразится в Индукитае, где-нибудь вокруг Тайвана. Задайте им этот вопрос, а сколько они планируют? Во сколько они оценивают вот эту войну? Ну, и роль Соединенных Штатов Америки. Они оказываются, они все понимают. Извиняюсь за выражение, просрать эту войну, чтобы всем было понятно, что тень Черчилля окончательно, так сказать, растаяла в утреннем тумане в Вашингтоне и в Лондоне. Вот я изменяюсь за жесткость. Я с большим уважением отношусь к политикам, и американским, и британским, и французским. Но если они не хотят быть достойной памяти Черчилля, генерала Деголя, президента Рузвельта, ну пусть скажут. Мы слабаки, мы выродились. Мы выродились, ребята. Вы знаете, мы так вот долго жили в эпохе толерантности, как долго у нас была горячая вода, так сказать, с душем, так хорошо мы жили, что мы уже выродились с точки зрения вообще борьбы за, в общем-то, мировые интересы. Ну и хрен с ней, пусть побеждает. Пусть Китай там начинает, так сказать, делать силы то, что он хотел и может сделать. Пусть, так сказать, Иран уничтожает там все государства, которые он собирается уничтожить. А мы, конечно, будем принимать ванну с шампунем, потому что мы к этому привыкли. Ну вот и все. Это не зрелая демократия, это перезрелая демократия. И вот такая деградация, деграданты. Знаете, вы сначала говорили, это ваше любимое слово, да, по поводу путинской России, его класса, его приспешников, правительства, там, путинистов, зэ-патриотов, деграданты. Но вот деграданты есть и в США, к сожалению. У нас существует... Ну, скажите, к сожалению. К сожалению. Вот сейчас надо эмоции добавлять. Вы еще не понимаете, что война их коснется. И идет война каждой семьи на Западе сейчас с диктатурами. Вот каждая семья, она ставит на кон жизнь своих детей, внуков, в основном, грядущих поколений. Ничего не понятно. Геннадий, у нас, смотрите, я с вами здесь полностью соревнованен. У нас остается 6 минут, и тут все-таки две темки, очень быстро, если можно, в таком формате блиц. Все-таки вы упомянули про ядерное оружие. Путин чувствует, что нужно немножечко еще додавить, еще раз напомнить о некотором. Да, конечно, конечно. Да, о существовании ядерного оружия. Тут, опять-таки, заявление Маргариты Симонян, что было бы целесообразно взорвать, судя по всему, стратегическую ядерную бомбу над Сибирью. Над Сибирью, да. И уже последовали заявления. Сибирские чиновники потребовали извинений. Вот депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова записала в видеобращения к главному редактору Симоняну Степлим извиниться за это предложение. Тут и мэр Новороссибирска, локоть физик в образовании, вписался, говорит, что полураспада период будет считаться сотнями лет, а некоторые тысячи лет. Собственно, тут Песков сказал, давайте не забывать, что Маргарита не работает в каких-то официальных органах власти, открестились. Рамзан Кадыров сказал, что он верит, что Маргарита Симонян настоящий патриот и не настолько глупа, чтобы предлагать такое по собственной же территории. Ну и сама Симоняна сейчас открещивается, говорит, что никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Но тем не менее, ядерная угроза это не птичка, а как бы вылетела и назад уже не спрячешь. Конечно, это единственное, что есть у Путина, это ядерный шантаж. И если ради этого ядерного шантажа придется нанести удар по собственной территории, в чем опасность от этих военных маневров, допустим, движение на Москву какой-то колонной, ну, Пригожин, понятно, он был вроде бы как свой изнутри и чуть ли там не герой войны. Любое другое будет воспринято как повод для нанесения ядерного удара. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому вот этот ядерный шантаж, если его можно будет проводить, в том числе нанося удар по своей территории, Путин и на это пойдет. Тут даже не нужно сомневаться. И все, что его останавливает Путин, это страх собственной смерти. Продолжение следует...